Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно Плюс в студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. В микрорайоне Айшанка появилась первая в Гродно амбулатория для детей. Официальное открытие медицинского учреждения прошло сегодня с участием руководства города. Новое оборудование для восстановления грудной клетки появилось в Гродницкой областной детской клинической больнице. Накануне успешно завершилась первая операция. Дружинники в качестве ступменов. Людей в ярких костюмах все чаще можно увидеть вблизи учебных заведений. Гродницкий областной драматический театр в новом сезоне порадует сразу шестью новыми спектаклями. Зрителей ждут не только веселые комедии, но и романтические драмы. Мэр Гродно Мячеслав Гой оценил детскую амбулаторию на Айшанке и сказал, что практика строительства таких медучреждений будет продолжена и в других микрорайонах города. Сегодня прошло официальное открытие амбулатории. К слову, за полторы недели работы она уже оправдала свою актуальность. К педиатрам обратилось около тысячи маленьких пациентов. Какие объекты следующие на открытии в Айшанке узнавала Евгения Филипова. Детская амбулатория в микрорайоне Южный-4 начала свою работу чуть больше недели назад. За это время порог медицинского учреждения переступила около тысячи маленьких пациентов. Стоит отметить, что несмотря на свою небольшую площадь, этот объект стал одним из наиболее значимых для всех жильцов нового района. Сегодня состоялось торжественное открытие детской амбулатории в Айшанке. Работа буквально недели этой амбулатории показала о том, что действительно объект востребован, он нужен. Здесь созданы все условия для работы медицинского персонала, ну и соответственно для детей, которые будут посещать этот объект. В принципе, похожее направление мы в дальнейшем в других микрорайонах будем использовать, так сказать, мини-амбулатории. Строительно-монтажные работы на объекте выполняло открытое акционерное общество «Гродножилстрой». В торжественной обстановке символический ключ был передан хозяевам медицинского учреждения, после чего, как и полагается, перерезана красная лента. Изначально амбулатория в Айшанке задумывалась как медицинское учреждение не только для маленьких, но и взрослых пациентов. Затем, глядя, как жители микрорайона решают демографическую проблему, было принято решение, что это учреждение здравоохранения будет исключительно детским. Мы очень рады, что открылась амбулатория в таком большом, молодом, развивающемся микрорайоне, где очень много молодых семей, много молодых мам, много детей. И мы очень рады, что действительно у нас такое прекрасное учреждение медицинское открылось. Необходимость медицинского объекта в районе Айшанка подтверждают не только слова, но и количество посещений. А их бывает больше сотни, и это только за один день. Молодые мамы не устают повторять слова благодарности, ведь теперь следить за здоровьем своих малышей им стало значительно проще. Огромную благодарность, прежде всего, конечно же, потому что мы уже больше двух лет здесь живем. Это действительно очень трудно, когда нет ничего, поэтому спасибо огромное. Нам необходима она в первую очередь, потому что очень далеко ездить с двумя пересадками. Вообще мы очень рады открытию, и детки наши будут здоровы, надеюсь, все мамы все рады, что все рядом. Спасибо большое. К слову, амбулатория в Айшанке соответствует всем необходимым для лечения детей требованиям. Медицинский объект оснащен новым современным оборудованием. Окрасочное оформление коридоров и кабинетов сделает поход вашего ребенка к врачу не только полезным, но и приятным. В учреждении здравоохранения имеется лаборатория для забора крови, оборудованы профилактические кабинеты, проводятся мероприятия по вакцинации. Всем детям, обратившимся в поликлинику, специалисты, не откладывая, оказывают необходимую медицинскую помощь. Также ваш ребенок может укрепить здоровье, посещая различные физиотерапевтические процедуры. И все же лучше, чтобы в поликлинику ваши дети обращались не за лечением, а в целях профилактики. Евгения Филипова, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. К сведению гродненцев. В понедельник, 13 октября, Генеральное консульство Украины в Бресте будет проводить выездное консульское обслуживание для граждан Украины, проживающих в Гродно и Гродненской области. Место проведения – офис Почетного консульства Украины в Гродно, улица Замковая, 7. Время с 11 до 14.00. Сложные операции не вслепую. Областные хирурги осваивают новое медицинское оборудование. Оно позволяет перевратить рискованное вмешательство по восстановлению грудной клетки в рядовую процедуру. Накануне в Гродно, в детской областной клинической больнице, успешно завершилась первая подобная операция. Алла Внучко продолжит тему. Другоеобразная форма, она заводится вот таким образом, а потом переворачивается. Эта пластина на снимках для пациента – гарант нового отражения в зеркале. Деформация грудной клетки – проблема и медицинская, и эстетическая. Как сильно сдавлены внутренние органы, видно не только хирургам. Ну, ямка была, ну, у всех, ну, прямо более-менее. У меня ямка такая. Все спрашивали, ну, откуда, почему. Ну, просто, ну, люди не видели. А потом, ну, некоторые привыкали, кто часто. А если там, наверное, ну, незнакомость, то, ну, как бы мешало. Поэтому, там, наверное, майку где-нибудь снять на пляже. Люди подходили, спрашивали. 14-летний Виктор Кабариха из Волковыска стал первым пациентом, которому пластину поставили с помощью таракоскопа. Благодаря аппарату хирурги видели каждый свой шаг. Новая опора подростку сделана с минимальным риском повреждений. Создание безопасной среды для выполнения данного вмешательства. Точнее, для самой травматичной части этого вмешательства проведение штифта, стента под грудной клеткой. Ибо в момент проведения этого штифта мы, к сожалению, существует вероятность повреждения органов средостения, а точнее сердца. До появления нового оборудования грудненские хирурги старались выполнять такие операции только в безотлагательных случаях, когда пациента просто невозможно было транспортировать в Минск. Сейчас для исправления грудной клетки ехать никуда не нужно. Полгода назад более 190 миллиардов рублей из бюджета было потрачено на появление у детских ортопедов собственного отделения с новым оборудованием. Теперь за экстренные тяжелые случаи специалисты берутся сами. Накануне помогли жертве тяжелой аварии. Юноша ювелирно восстановили кости таза, сместившиеся от удара. Совсем недавно исправить раму в Гродно без последствий было невозможно. Все из-за утраченного времени. Пока больного транспортировали хирургом в Минск, кости успевали скрепиться. Нам в течение пяти дней удалось компенсировать шоковое состояние пациента здесь, в этой клинике и произвести малоинвазивную операцию. Теперь он не только выжил, но мы можем с уверенностью сказать, что это будет фактически полноценный человек. Сегодня по оснащению Гродненская областная детская клиника в списке первых в стране. Виктор Кабариха уже через неделю отправится домой. И к врачам приедет только спустя два года, чтобы извлечь металлическую пластину из грудной клетки, которая за это время поставит орган в растущем теле на место, обеспечив бывшему пациенту нормальную здоровую жизнь. Алла Мечко, Юрий Дубовик, Новости, Гродно+. Сенсорная комната для детей-аутистов откроется в Гродненском областном центре психиатрии и наркологии в этом году. Как сообщает Белта, комната создана в детском отделении стационара. Она сейчас оснащается, закупается необходимое оборудование. По словам главврача, в комнате будут задействованы инструменты для развития ребенка с особенностями психического развития. Разного рода тактильные панели, столик для рисования песком, звездное небо, сухой бассейн, другое реабилитационное и развивающее оборудование. Завершается подготовка врачей-специалистов, которые будут работать с детьми из Гродненской и Брестской области. На сегодняшний день в нашем регионе выявлено более 60 детей с аутизмом. Строительный герметик, как оружие возмездия. В Гродно автомобиль Тойота Селика неизвестные заделали монтажной пеной и облили разъедающей смесью. В ночь с воскресенья на понедельник все швы и отверстия в машине оказались запенены, а кузов залит раствором концентрированной марганцовки. Автомобиль был припаркован по правилам на стоянке возле магазина «Ника» и домом номер 5 по улице Клецкого. Владелец Тойоты просит откликнуться всех, кто владеет информацией о данном происшествии. Предполагается, что автомобиль пострадал из-за мести или личной неприязни. 100 тысяч белорусских рублей не поделили пьяные подруги. Как результат – проломленный череп. В понедельник Гродненко отправила свою 39-летнюю подругу в магазин за выпивкой и закуской. Дала ей денег. По возвращению подруги женщина заподозрила обман и жестоко ее избила. Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. К слову, в течение суток пострадавшая не обращалась к врачу, а скорую помощь вызвала мать, когда увидела, что дочке совсем плохо. Подозреваемой оказалась Гродненко, проживающая в доме на улице Даватора, где и произошел инцидент. Против нее возбуждено уголовное дело. В Гродно в последнее время все чаще можно увидеть людей в ярких костюмах повышенной видимости, напоминающих форму сотрудников госавтоинспекции. Это так называемые стопмены. В областном центре они дежурят на наиболее аварийно опасных участках вблизи учебных заведений, перед началом занятий и после них оказывают содействие взрослым и детям в беспрепятственном пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Когда движется тот же водитель и видит сотрудников в светоотражающих жилетах, это заставляет снизить скорость и быть предельно внимательным. Тем более сотрудник добровольной дружины, который находится в светоотражающем жилете, он, когда подходит дети к пешеходному переходу, выходит на проезжую часть, тем самым становится заметным, поднимает в руках знак «Стоп», дети тогда начинают переходить дорогу. По информации Гаини, однократные попытки использовать в таком качестве школьников себя не оправдали, поэтому было принято решение выступать в роли стопменов, дружинникам, представляющим различные предприятия и организации нашего города. Спектакль, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, смогут увидеть зрители в стартовавшем 68-м театральном сезоне. Актеры и режиссеры Гродненского областного драматического театра подготовили шесть новых спектаклей, среди них не только комедии, но и серьезные жанры. К тому же, ожидаются гастроли приезжих труп, будут приглашаться к сотрудничеству режиссеры из других театров. На Новый год юных гродницев ожидает сказочное представление. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Сразу шесть новых спектаклей увидят зрители Гродненского областного драматического театра в новом 68-м театральном сезоне. Порадуют публику не только забавные комедии, но и романтические драмы. Не обойдется без новогоднего подарка для самых маленьких. В общем, новый сезон, как и прошлый, обещает быть очень интересным и насыщенным. Так на суд гродненских зрителей предстанет легенда французского театра прошлого века. Улетная комедия «Боинг-боинг» по пьесе Марко Камалетти. Стоит отметить, что этот спектакль ставили более чем в 60 странах мира. Поэтому в книге рекордов Гиннесса эта пьеса заслуженно занимает свое место. Планируем поставить пьесу Островского на всякого мудреца довольно простоты. Но скажу о том, что Петра Гладилина собираемся поставить, пьесу «Мотылек». И ряд других постановок, которые в принципе еще сейчас находятся в порядке обсуждения, поэтому не готов озвучить рабочие названия. Забегая немного вперед, хочется сказать, что Гродненский областной драматический театр с радостью принимает у себя своих коллег. Не станет исключением и новый театральный сезон, который совсем скоро распахнет свои двери для артистов и режиссеров других театров. В этом году наш зритель еще увидит театр Натальи Башевой. Театральная мастерская Натальи Башевой, это театр из Минска. Две постановки увидит наш зритель и даже маленький зритель увидит. И в октябре также приедет нам в гости Витебский театр, национально-академический. Тоже наш зритель увидит постановки этого театра. Они будут и на белорусском языке, поэтому у нас даже получается такая небольшая неделя белорусского языка на сцене Гродненского драматического театра. Это будет в конце октября. Планируется и дальше поддерживать практику работы с режиссерами других театров. Такое сотрудничество – это бесценный опыт как для актерского, так и режиссерского составов. Заключительным аккордом предыдущего театрального сезона стал спектакль «Случайная смерть анархиста» в постановке Сергея Куриленко. Затем этой же премьерой в театре стартовал новый сезон. Не так-то просто в фарсовой форме раскрыть всю подноготную полицейских нравов. Однако наши актеры блестяще справились со своей работой. Нельзя говорить о том, что всем он понравится. Это сложно угодить людям, потому что даже тот опрос общественного мнения, которым мы ведем анкетирование нашей публики театральной, то он говорит о том, что подавляющее большинство хотят видеть комедию. Но мы не хотим скатываться до этого уровня. Мы не хотим быть абсолютно провинциальным театром, поэтому сделаем постановки, которые, в общем-то, заставляют задуматься. В том числе вот эта пьеса – это тоже такая политика. Политику некоторые не любят, но она неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому есть такая постановка, и своего зрителя эта постановка находит. Прошлый сезон научил нас, что если бегать за двумя зайцами, то, как правило, ничего хорошего из этого не выйдет. На сцену Гродненского областного драматического театра прилетали эти свободные бабочки. А о родине нам напомнил спектакль «Наш городок» в постановке главного режиссера театра Геннадия Мушперта. Впрочем, каким будет новый сезон, говорить еще рано. Для этого, как минимум, нужно прийти на спектакль. Гродненский областной драматический театр приглашает всех желающих. Евгения Филипова, Сергей Печерица. Новости Гродно+. О спорте. Финалистка Олимпийских игр в Лондоне в беге на полторы тысячи метров Гродненка Наталья Кореева дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на два года. Причина – обнормальные показатели биологического паспорта спортсменки. Отсчет двухлетней дисквалификации Натальи Кореева начат с 22 августа текущего года. В этот день было сделано заключение нарушению ею антидопинговых правил. Для спортсменки это означает, что она не сможет выступить на летних Олимпийских играх 2016 года. После ничьей в Люксембурге на старте квалификации Евро-2016 футболистам нашей сборной надо наверстывать упущенное. Поэтому 9 октября в домашнем матче с украинцами, которые являются фавористами, белорусы будут играть на победу. Об этом заявил сегодня журналистом главный тренер Георгий Кондратьев. По его мнению, предстоящая встреча с Украиной, а также следующий матч со словаками очень важны для дальнейших турнирных перспектив. В состав сборной Беларуси вошел и игрок Гродненского Немана, нападающий Павел Савицкий. Из хоккейного клуба Лида в расположение Немана прибыл российский защитник Илья Назаревич. За личан он в этом сезоне экстралиги сыграл 8 матчей, забросив 2 шайбы и отдав 3 голевые передачи. На данный момент защитник имеет 5 очков в своем активе. В минувшем сезоне игрок в основном выступал в российской хоккейной лиге. Гонболисты Минского СКА пока не знают потерь в матчах чемпионата Беларуси. Свою четвертую к ряду викторию подопечные Спартака Мироновича одержали на своей площадке, уверенно обыграв Гомель со счетом 31-23. После четырех матчей минские армейцы возглавляют турнирную таблицу 23-го национального первенства, набрав 8 очков из 8 возможных. Ольга Говорцова не смогла выйти в четвертьфинал одиночного разряда на теннисном турнире в Китае. В поединке 1-8 финала белорусская сегодня проиграла американке Элисен Риске в двух сетах 4-6-6-7. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова